В Казахстане владельцы так называемых автоконструкторов уже два месяца не могут узаконить свой автомобиль в автоцоне. Документ, который упрощает процедуру легализации для такого вида транспорта, все еще не согласован с госорганами. Все подробности у Мураджа Кеева. Два месяца владельца этой иномарки пытается легализовать свою ласточку. Ее автомобиль японской сборки завезен из России в Казахстан под видом запчастей. Такие и называют автоконструктором. Единственные документы, которые сейчас есть у хозяйки, это техпаспорт и страховка. Новость о том, что МВД упростила процедуру легализации таких машин, обрадовала. Но время идет, а ВОЗ и ныне там. У нас же нет других требований. Мы просто просим, чтобы они легализовали все эти машины, которые были завезены. Ими же. Вот пограничники же, они же не другое государство. Даже наши же, казахстанские же пограничники. Но они-то уже разрешили им заехать. Пока все автоконструкторы в Казахстане все еще вне закона. В МВД заявили, что в настоящее время проект постановления, которые разрешают узаконить такой вид транспорта, согласовывают со всеми заинтересованными госорганами. После того, как документ пройдет все процедуры, МВД внесет проект постановления в правительство. И только после этого начнется процесс легализации автоконструкторов. На сегодняшний день автоконструкторов в Казахстане не легализовано ни одной автомашины такого вида. Почему? Потому что изначально этот вопрос широко обсуждался с населением. И вообще не было предусмотрено легализация такой категории автомобилей. Но с учетом желания населения, а также автовладельцев, государство пошло навстречу. Проект постановления был в открытом доступе и прошел все этапы обсуждения. Но некоторые его нормы по-прежнему беспокоят общественников. С одной стороны, документ разрешает легализовать автоконструктор, но запрещает его эксплуатировать вне Казахстана и продавать в нашей стране. Там есть пункт 12.2. Там пишется, что эти машины легализованы. Нельзя продавать на других людей, нельзя оформлять без права отчуждения. И нельзя выезжать за границей. И мы требуем, чтобы вот этот пункт отменили, потому что туда использовали нормы ВТО. Потому что мы никак не ограничены судом, чтобы мы не выезжали или кому-то не продавали. У нас такого ограничения нет. Если у владельца нет сведений о прохождении таможенной очистки, ему необходимо написать заявление и указать, как и когда приобретено транспортное средство. Это одно из главных новелл-документа, которое заметно упростит процедуру легализации для автоконструкторов. По данным МВД, таких машин по стране более 5000, но общественник утверждает, что их в десятки раз больше.